Мяч на поле, игра началась. Атаки, нападения, передачи и голы. Так начинающие футболисты проверяют спортивную площадку на практике. Это первая игра на новом поле 49-й школы. Строить объект начали еще весной. Подрядчик выполнил условия контракта и сдал объект до 15 августа. Теперь результат его работ оценивают спортсмены учебного заведения. Стреляй, я забью! Попробовать свои силы на новых беговых дорожках пришли и легкоатлеты. Всего в 49-й школе спортом занимаются больше тысячи человек. И это еще не предел. После открытия нового поля в сентябре здесь планируют организовать класс первоклашек футболистов для 15 девочек и 15 мальчиков. Для занятий мини-футболом построят еще одно поле, а также установят спортивные тренажеры под открытым небом. Глядя на это поле, хочется просто выйти туда и попинать мяч вместе с ребятами. Просто красота невозможна. И очень приятно, что у нас мы сегодня присутствуем на событии, которые для всех приносят радость. Вот это, к сожалению, не всегда бывает, поэтому такое очень хорошее настроение. Новые дорожки для легкоатлетов и спортивное поле с мягким газоном – это только начало работ. В целом модернизация спортивной базы 49-й школы должна закончиться до 2021 года. А уже в 2020-м на новой площадке планируют всероссийские соревнования школьников по футболу, стритболу, баскетболу, гонболу и легкой атлетике. Мы очень рады, что такая спортивная база получила развитие именно в 49-й школе, которая имеет хорошие традиции в занятии физической культурой и спортом. Не случайно команда 6-го класса в этом году защищает честь Севастополя на президентских играх. И я думаю, что такое приобретение в спортивной базе позволит показать школе еще более высокие результаты. За достижением высоких результатов сюда можно будет приходить и зимой, и летом. За новой площадкой будет ухаживать специальная техника, которая позволит поддерживать поле в нужном состоянии в течение всего года. А всего в 2019-м подобные объекты построят еще в 10 школах Севастополя. Алифтина Игнатьева, Александр Каплун, Михаил Волобуев, Севастопольское телевидение.